Некоторые кыргызы все еще заблуждаются, говорят, ну Путин, ладно, нас тут хочет загнуть, мы пойдем к Ардагану. Некий тюркский союз Туран меня регулярно спрашивает. Ну, я по этому поводу писал, но, видимо, этого недостаточно, я сейчас хочу откомментировать, найти тот самый рецепт, который позволит вырвать нашу страну вперед. Итак, давайте мы порассуждаем, что такое Туран, союз тюркский государств. Но объединяться по этническому признаку, я скажу, что это даже не 15, не 14, не 13 век, это где-то вот, наверное, ну скажем, тысячи лет назад, мы же в 21 веке живем. Надо объединяться по политическим интересам, по политическому устройству и по ценностям. Ну, посмотрите, кто такие государства Туран, что за тюркские государства. Возьмем соседний Узбекистан, авторитарная диктаторская страна, где народ просто подавлен. Мы хотим быть в союзе с узбеками или просто с этой системой. Возьмем Туркмению, тоже тюркская страна, Туркмены, там Северная Корея. Ну, хорошо, давайте возьмем Азербайджан, где десятки лет у власти находится Ильхам Алиев, до этого Булгидар Алиев. Что они там построили? Это диктаторская страна, где властвует одна семья, она такая же, как и Азербайджан. Ну, хорошо, Эрдоган. Эрдоган натянул на себя все полномочия, стал президентом страны, переписал Конституцию. Он до 29 года может избираться. Он, по сути дела, вечный президент. За один год он посадил полмиллиона людей в тюрьмы, обвинив, что они являются его политическим противниками. Это были преподаватели, учителя. И он этих людей преследовал по всему миру. Он фактически такой же диктатор, как и Азербайджан, коррумпированный, прикрывающийся верой. Вы хотите расширить нашу тюрьму? Сегодня мы в этой тюрьме вместе с Путиным и с Лукашенко. Завтра мы эту тюрьму меняем, расширяем. Другую тюрьму? Только с такими же еще худшими людоедами, как туркменский лидер, или узбевский, или азербайджанский. Только одно название, которое может сближать нас, гипотетически тюркское. И что от этого нам станет лучше? Нет, мы богаче от этого не станем. Мы должны избирать те политические системы, которые, по сути дела, защищают права человека, двигают цивилизацию вперед, где у них наука, высокий уровень жизни. А это для нас Алиэнстер, Америка и ведущие страны Европы. А не какие-то страны, некий Туран с мифическим названием, где похожие люди на нас с таким же цветом кожи, с такими же глазами, только людоеды, как Северная Корея. Людоеды, которые не дают дышать своему народу. И это нам не по пути, я в этом убежден. Именно поэтому, я когда говорю, что мы должны анализировать наши соседние страны, Путина, того же самого президента Турции, пусть верующие на меня не обижаются, просто раскроют пошире глаза, больше изучают Турцию, и сделают для себя вывод. Когда они говорят, что вот, Турция там ноль долгов, это вранье. Турция средненькая страна, долгов у нее огромное количество, дикая инфляция. Страна сейчас испытывает серьезные трудности именно в период после того, как Эрдоган взял курс вот на то, что сейчас он делает. Он не получает поддержку от мирового сообщества. Европейское сообщество ее не принимает в свои ряды. Он просто только член НАТО, и все. И жизненный уровень у них такой, так называемый, так средненький. Любая европейская страна, самая отсталая по уровню жизни, выше живет, лучше, чем в Турции, чтобы вы знали. Поэтому для нас Турция не является тем самым примером, которым нужно было следовать, объединяться, только потому, что он тюрик. Это такой же диктатор, или там туркменский лидер. Это мой ответ.